Доброе время суток! В нашей видеотрансляции на нашей странице ВКонтакте Илья, Иван, прошу прощения, я смотрю просто не в ту сторону Иван, как известно, вообще-то вы базировались длительное время в столице нашей Родины В городе Москва И вдруг в какой-то момент вас пробило на смену места жительства Как это было и почему? Ну, я там родился, вырос и, собственно, жил себе, никого не трогая Но далее, в конце 2005 года был проект телевизионный «Сонька, золотая ручка» И тогда еще работал Да, нашего любимого звукорежиссера Да, Виктора Ивановича «Мережка, царство небесное» И я там, скажем так, появился в качестве художника-постановщика Было достаточно неожиданно интересно, потому что город мало знаешь То есть узнавать приходилось все онлайн Если говорят, там улица, там большая, там какая-то Господи, где это все вообще? И, ну, приходилось бороться, так скажем, с проблемой в режиме реального времени То есть до этого как-то вот знание Петербурга, оно такое вот плотное Его не было Оно было поверхностное И с, ну, тогда еще с компуктерами было проблематично Ну, основные вещи знал же, да, Аврора Да, Эрмитаж, Аврора, там, дом музея Державина Вот это все, как бы, оно было известно А какие-то квартирки, там, киношные, натоптанные Или еще что-то, там, какие-то переулочки Допустим, Тучков переулок, улица Репина То есть ты этого ни хрена не знаешь И, соответственно, все это узнавалось в режиме, вот я говорю, онлайн Притом ты так минут пять поражался Думал, господи, ни хрена Так, все, окей, здесь вывеска, здесь это, здесь это Ребята, завозите Вот, и... А художник-постановщик, он в том числе и формирует вот эту картинку Отвечаешь полностью, да, за картинку То есть и декорация в том числе, да? Тотально все, при том, это девятнадцатый век, это фонари, это дровеницы, это будки жандармов, вот это всякая нитя А как умудриться так, чтобы не попала в камеру, например, телевизионная антенна или камера наблюдения современная? Магия кино, мы как раз... Магия фотошопа? Нет, мы как раз попали тогда в такой период времени, когда компьютерная графика уже была, но это было гипердорого Вот на тот момент, это пятый, шестой, седьмой год Значит, с оператором договориться, да, ну кто такой, ну, есть такая поговорка дурацкая Кто такой режиссер, да, это тот, кто мешает оператору снимать кино Вот, и, ну, все остальные, соответственно, тоже И договориться с оператором, что, блин, ну, ты подрежь чуть-чуть, ну, там, возьми ниже Как я так буду снимать? Как я буду светить? У них любимый вопрос Как я буду светить? И ты ничего на это не можешь ответить Потому что, действительно, как? Да, как? Потом, спустя какое-то время, мне пришел ответ на этот вопрос в голову Я спросил как-то, я говорю, как ты меня спрашиваешь? Ты же оператор Откуда я? Вот И там человек встал в ступор Вот, ну, как, есть такой, скажем так, хрон-набор Да, это из нескольких частей сделаны фальш, те же дровеницы Или, там, будочка какая-нибудь Или, там, столбом где-то по направлению прикрыть То есть, у тебя есть такой вот, катается такой набор декораций на все случаи жизни Вывеской что-то закрыть, там Ну, один раз у нас отчаянный наш декоратор полез на консульство, по-моему, Японии, да Если не ошибаюсь, оно было на фонтанке Он просто никого не спрашивая, он залез на стремянку на четырехметровую Смотал их флаг Мы вот только так за голову схватили Думали, Леша, трэш, все Но ничего, как-то оно проскочило То есть, бывают и такие вещи Что-то, что-то было вот совсем неожиданное Несмотря на рассматривание дистанционное каких-то улиц, пейзажей и так далее Когда вот на местность уже приехал Что-то в этом городе, в нашем любимом Поражало воображение? Может, до сих пор поражало? Поразило воображение как раз то, что я абсолютно не знаю город То, что зима 2006 года Это было минус 29 И я ни хрена толком не понимал И думал, так, чувак, вот ты сейчас отработаешь этот проект год И больше мы в Санкт-Петербург с тобой не ездим То есть, сам себя так успокаиваешь Больше сюда не поедешь Да, больше никогда в жизни То есть, и далее Как от любви до ненависти один шаг И, возможно, все так бы и произошло Если бы не экспедиция малой группы в город Одесса Потрясающий город Потрясающие люди Но долго рассказывать В общем, было категорически сложно там работать То есть, вы хотели ту натуру снимать, да? Ну, там, ну, мазанки под Питер мы уже не найдем Больше нам нужна была, условно говоря, 19 век И после Одессы Я помню, мы прилетели с замдиректором Можно такие откровенные вещи говорить? Цензурно только Да, ругаться не будем Значит, мы приехали с замдиректором Нас везли до Киева на кукурузнике То есть, прям с пропеллерами То есть, ты сидишь у окна У тебя пропеллер, как у Карлоса Это у вас два, еще хорошо, если два А бывает с одним Я просто, я спросил, говорю Макс, у нас есть? Он говорит, вот литр Значит, я там пытался забыться в этом кукурузнике Страшно? Ну, самолет маленький Мы подъезжали к этому самолету И сначала, я помню, мы ржали по поводу того, что Автомобиль больше, чем самолет Да, и там еще на борту наклейка Лимон в кроссовках И надпись вот через эту украинскую И живчик Мы стали ржать Типа, ну, сейчас на этом полетим И вдруг, он говорит, ребят, на трап по одному заходим На двоих может рухнуть И, в общем, как бы в Питер попали Я конкретно не помню Я помню следующее утро Это съемная квартира Улица профессора Попова Весна, Питер цветет Вот это вот замечательно оживает город И я, помню, сижу на окне Высунув ноги, пью пиво И понимаю, какой замечательный город Я его люблю Вот как-то вот оно так произошло Вдруг резко И все И как в «Братья-2» цитата Я буду здесь жить Я остаюсь Слушай, Иван, а есть что-то такое Чего вот здесь нет А в Москве оно есть И об этом иногда Как-то вот соскучиваешься Скучаешь Да Что-то такое Там плитка Собянин Ну, я не знаю Что-нибудь Нет, здесь Здесь точно так же На Шпалерной И на Чайковского Переделывали плитку И все это здесь Происходит точно так же Просто Москва Она, скажем так Больше во внимании Здесь есть Странное очень чувство Несмотря на то, что я родился В городе Герой Москва Но сюда ты приезжаешь Как в теплую Квартиру Вообще удивительно Многие наоборот говорят Что климат плохой Что здесь сплошная Достоевщина Депрессивный Кто-то говорит Ну, слушайте Столько я вам сейчас наговорю Всякого отрицательного Просто для примера А чем Достоевский Не угодил? Ну, много чем кому Что-то как Преступление, наказание Какие-то квартиры полутемные Студенты с топорами Ну, да Давайте лучше Мелодрамы Кино выходного дня Ну, это Ну, как Тут что Ну, я банально, наверное, Вече скажу Но тут в центре Что ни шаг То Какое-то Какое-то народное достояние Здесь или был Или жил Или творил То есть С этой точки зрения Этот город Можно обойти еще раз И не один И потом Просто с точки зрения Архитектуры Потом с точки зрения Просто Осмыслить это все Как в Италии говорят Там в любой камень плюнет Это Римская империя Да, абсолютно Фантастический город Я говорю, приезжаешь Ну, бывает Отлучаешься в Москву На 2-3 месяца Возвращаешься И, блин, ты дома Вот я не знаю почему Ну, вот Хотя Хотя мне напомнило Тоже отношение петербуржцев Когда вот Ты, ну, доходишь До того, что покупаешь Харлей Дэвидсон И ты думаешь Все, вот Вот у меня Харлей И я Вот Я Топ И тут тебе первый вопрос Отчетчо за мотор И ты понимаешь Что здесь тоже Целый океан Да И то, что Ты здесь Не номер 1 Не номер 2 Не номер 15 То есть 96 А, ну Понятно Сочувствую Блин Какого хрена Я Харлей купил И здесь то же самое Что Иван Мережко У нас в эфирной студии Вы слушаете радиостанцию Моторадио Мы говорим Ну, как всегда Как всегда Хочется поговорить с москвичом О преимуществах О плюсах и минусах Москвы и Петербурга На фоне одного Напротив другого Как бы И Все-таки Вот О климате Если говорить Один и тот же Нет Мне кажется Все-таки Вот в Москве Я всегда высыпался И Даже поздно ложишься Утром встаешь И ты выспавшийся У нас тут все-таки Вот болото Вот это Оно дает о себе знать Мне кажется Ну смотри Тонкости есть Да Допустим С Ну Опять же Каждая своя мавшивая баня Бодуны В Питере Они гораздо жестче Это я понял Как раз в шестом Семьем году Я не понимал Меньше кислорода Тяжело Просыпаешься Отходишь долго Да Ну Ну Хочется отрезать себе голову Короче с утра Я не знаю Когда писать То есть Я помню Я думал со мной Что-то не так Иван А сразу под вопрос А вы вообще пьющий товарищ? Нет Уже с этим делом давно все Да? Как Появился мотоцикл Ну скажем так Выпил Сел за мотоцикл Два раза упал И понял Что блин Дороже Ну дешевле не пить Как бы спиртной А потом Ну тоже Это отдельная Абсолютная история А потом Давай мы тогда Давай мы тогда дадим Уважаемому собранию Справку Совет От знаменитого режиссера Ивана Мережко О том Что парни пить плохо Вот скажи Давай доброе дело сделаем Вы почувствуете Для этого нужно прожить Каждому по-своему Но от Одного Двух Трех лет И вы придете К очень неожиданному Ощущению То что ты владеешь Самим собой То есть в смысле Не попить Год Захотелось проснуться В 4 ночи Сесть Ну в моем случае Там на мод И поехать куда-то Пожалуйста Никакого будуна Не то что мне плохо Вот сейчас Не могу проснуться Ты владеешь Своим временем Ты владеешь Своим организмом Ты владеешь Ситуацией И мне лично Это состояние Гораздо больше Понравилось Чем Ну достаточно Краткое состояние Эйфории После того как Там пиво водки Или там пиво с водкой Это потеря денег Здоровья Времени Не пойми на что Вот выпивка Да И поэтому ребята Пить плохо Ребята Это Поверьте мне Я уже Как бы На этом пути То ли 11 То ли 12 Год Я уже Как бы не считаю Все Закрываем здесь Кавычку Возвращаемся Итак В Петербурге По поводу климата Мы говорили Здесь очень тяжело Просыпаться После выпивки Но нам Нам это не актуально Мы это исключили Что еще здесь Вот такого Чего вот Поправить бы Московское Что-то внедрить Поправить Я запрещаю Если что-то поправлять Оставьте все Как есть Мне нравится Значит По поводу Климата Погоды Вот смотри Был 16 год Я Почему акцентирую Внимание Что я ехал На мотоцикле В Москву По работе На все лето Потому что Ну на мотике Ты как бы ездишь На работу И понятно Что если целый день Ливни А тебе целый день Сидеть на студии Там озвучание Ты не будешь Поражать Всех ароматом Мокрых Носок Носков Простите Мой русский И там Сохнуть где-то И так далее То есть Логично Если ты там По работе Ты ориентируешься На прогноз погоды Ливни весь день Блин Ты лучше поедешь На метро Ну Три месяца В Москве Накатаешься И я К чему это И рассказываю Три месяца У нас был Монтаж Нерубочный период И три месяца Я сидел На прогнозе погоды Каждый день Каждое утро Ровно столько же Дождливых дней Ровно столько же Непредсказуемых Ливней Вот когда говорят Ну это Питер Здесь погода Неожиданно Набежала тучка Не знаю Может и 16-й год В Москве так не удался Но Факт остается Фактом Вот Погода Ну мне лично Субъективно Не показалось Это больше наговариваю Хорошо Но это мы сейчас Уйдем в дебри тогда По другому поставлю вопрос Всех валят Московские рестораны Говорят что они Вообще там Суперические Чуть ли не лучшие В Европе Вкусные и так далее А что у нас здесь В Петербурге Вот Можно сравнивать Опять же Такого количества Маленьких ресторанчиков Такого количества Заведений Куда ты можешь Не понравился Это через 15 метров У тебя следующее Полуподвальных Антуражных Это проще На Петербурге Говорим Да И Ну опять же Здесь наверное Каждому свое Каждый ищет свое Потому что да В Москве наверное Ты на там Не знаю Там шпильках Я не знаю С тюнингом Лиц Да Там вот Причем И там Огромный ресторан Как это Крутон И прочая Конитель Кому-то может надо Ребят Пожалуйста Сапсан идет 3,5-4 часа Мне Опять же Нравится Здесь Опять же Ты приходишь в кафе И ты Ну Не то чтобы Как на кухне У себя дома Но Близко к этому То есть Ты не напрягаешься Ты не думаешь какой руке держать Вилку Можно рукой есть Но без проблем У тебя кирпичные стены И там Чемодан старый висит Почему не пожрать руками Например Ну да То есть Вот такая как бы А что касается людей Вот в Москве Куда ни придешь Везде У тебя Или депутат Госдумы Тут сидит А здесь вот обедает Там Тот же самый Собянин Например Или даже может быть Дмитрий Анатольевич Там где-то И вот это вот Вот это вот Державность Вот эта правительственность Вот этот официоз Весь Чиновники Дума Прокуратура ФСБ Вот они там все сконцентрированы И накладывает ли это Какой-то такой Ну что ли Фон Может быть Обязывает как-то Как-то быть отстраненным Или наоборот Как-то Вот что Что там за люди Ну безусловно На самом деле Про Москву Вот в этом плане Сказали очень хорошо В картине Москва слезам не верит Постоянный приток народа И Ты варишься в этом Или город тебя выплевывает Или Ну как и везде Да Или город тебя принимает Ну то есть Посмотрите Шикарный фильм И Там Ну или ты Становишься Начинаешь жить По этим правилам Ну то есть Вот у тебя там Депутат Госдумы Где-то сидит У него дорогой пиджак Соответственно Слава тебе господи Ребят Охранник рядом Пускай Госдума Остается в Москве В Питере Я не хочу думать Какой у кого пиджак И Тут Тут замечательно Но У петербуржцев Есть такая Я заметил Вот почему я про Харли Дэвидсон Стал говорить Когда начинает У тебя там Какой мотор И так далее А ты вроде думал Все Я прописался В городе Грэй Я тут свой Казалось бы В этом месяце Был ровно год Как я Значит с питерской пропиской Я тоже Там парни Ну у нас свои приколы Там Москалик Я говорю Парни все Теперь не Москалик А сколько тебя Ты три года прожил Здесь нет Блин Когда уже закончится 96 мотор Не то Год прописан Прожил мало Да да То есть все Как это То есть Поселиться в Питере Это как купить Харли Дэвидсон Не знаю И надо с ним жить Жить Чтобы заслужить Некий Ну я не знаю Авторитет Но если этот город Тебя примет То Ну Я лично Счастлив Здесь Вот слушай Ну это Это очень круто Вот такое услышать И Ну на фоне Опять же Снобизма Московского Который мы Периодически ощущаем Люди приезжают Из Москвы Денег много Все такие Знаешь Они Столичные А вы просто Видимо Мне обозначали Как мне То что я сейчас Выйду Если что-то не то Скажу Вы меня поколотите Там Нет Вот такого Шутка Да А к мотоциклизму Как пришел Ну варианты Бросила жена Купил вместо нее мотоцикл Как вариант Нет Это было Это сам бог велел Как это Утром проснулся Бог стоит Да Утром проснулся Выходишь Вызываешь большой лифт Сколько мне Мало лет было И там стоит Ну не хочу Кочувствовать Но там стоит Человек в кожном плаще С длинными волосами Бородатый И это солист Коррозия металла Ага Господин Весокосов Жил у нас На 16 этаже Далее он нам подарил Всем грамм пластинки Вот до сих пор Хранится альбом Каннибал А потом мы Стали интересоваться Такие Длинноволосые люди Все серьезные Кожа, рожа Все дела Их почему-то боятся Все Конечно стало интересно И мы открыли Для себя следующее Что елки-палки Рядом с нами На метро Сокол Живут супер люди Какие-то Называются Ночные волки У них там секс Это вот Ну это как раз 95-й, 6-й, 4-й год И мы пошли Лазить туда Потом Ночные волки Открыли на Мясницкой Не вспомню какой дом Ну типа Байк Магазин Байк-центр Как его называли тогда И мы Из школы Бегали туда С друзьями Смотри там О ты помнишь Этот приехал Да-да Он сегодня тоже приехал Такой фигней Детская заниматься Ну и оно как-то Само собой Получилось И вот В 98-м году Первый Мотоцикл тяжелый И И Жизнь Как мотоциклиста Ровная была Не было каких-то там Не, морду били часто Ну а Сначала А потом я уже Как-то ДТП какие-то Слава тебе, Господи Без серьезных ДТП Последняя боль Такой серьезный Это уже было здесь В Питере в 16-м году Ну это я сам дурак Вообще Моя точка зрения В 99,9 периоде ДТП на мотоцикле Это ты не первый Очень говоришь Виноват пилот То есть И Главное Это понять Принять И Исключить И Я собственно К тому спрашиваю Что не было ли Чего-то такого Что В общем Заставляло Подумать иногда Нафиг мне вообще-то надо Или вот как-то Вот такого Отпугивающего Не произошло Ничего такого Да В мото жизни Нет 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 К сожалению Да Люди уходили Люди погибали Знакомые Товарищи Друзья Но Нет Не задумывался Как-то Вот тут я не могу объяснить Как это происходит Ну слава богу Вот У тебя Тело Ну которое мы видим Тело Да Две руки Покрыто И там еще ноги Татуировкой Да Это что-то значит Потому что Я вижу что это сюжетная Какая-то штука Какие-то флаги Кактусы Стакан там Мне кажется Да А Это Это Обложка Ну Только не ржать Да Да Это обложка Здесь и топливый скалер Мы узнаем Да Вот Это я их очень люблю Ну конфедерация Железно-немецкий крест Это как бы Кто-то вкладывает В это Понимание Более традиционное Я лично вижу Это как Постфактум Ну как Мото-символика Байкерская символика Назовем это так Никки Сикс Трейси Ганн Мотли Клюэл Знакомые люди Да Это я их люблю Со школы И свеча Еще Да Мото-свечка Слава богу Да От мотора Вот А здесь Отдельная тема Это Скажем так Это второй слой Татуировок Потому что был Еще первый слой Всякие браслеты Но это все было Серия как в тату-салонах 2001-2003 год И было дико дорого То есть Вот этот вот Трайбл Это единственное Что сделано тогда в салоне Это подарок от моей сестры Вот Но это вообще Смывающая эта штука Или это такая Реальная Ну кирпичами Можно Смыть как бы Больше Не знаю Сколько Вот И это было дико дорого 150 долларов 2001-го года Колоссальные деньги Да А ты хочешь еще? И соответственно Здесь тоже как-то был браслет Снимательная Смешная история Браслет Череп Значит Планировался Череп И языки пламени Вот эти А сюжеты придуманы Тобой Сюжеты Это просто Наслаивалось Со временем То есть О сюда Это подойдет О приблизительно Это О вот здесь Давай матор Думаешь Костя Ты уходишь Другая Другая В оригинале В оригинале История Но Пострелим Дай бог Скачет Но Планы Планы есть Планы имеют С собой Все Будем заканчивать Уже Спасибо большое Что зашел к нам в гости Надеюсь В ближайшее время Мы более предметно Определимся по теме И поговорим Потому что Целый Прямо гигантский Пласт Любопытных вопросов Был не задан Гиперинтересно Спасибо Саш Тебе огромное Да Счастливо И ждем в эфире Все До свидания Иван Мережко Был у нас в эфирной студии Пока